Сейчас наша задача среди этого лабиринта Штоллен найти рабочую часть Очень интересное место, здесь разлом в породе уходит на несколько метров наверх Вау, красота, просто супер На территории Татарстана находятся уникальные рудники, разработка которых велась еще более века назад Они интересны прежде всего своими масштабами Кроме того, в одном из рудников существует сбойка с действующими выработками, куда мы планировали попасть Но не только ради этих рудников мы приехали в Татарстан Возле Казани есть интереснейшее место и с исторической, и с геологической точки зрения Это Печищенский геологический разрез Место, привлекающее не только туристов, но и ученых со всего мира А возле него старинные печи для обжига известняка и карстовый провал В который мы совершили совершенно сумасшедший спуск, чуть не стоивший жизни моей напарницы Обо всем этом будет видео на лайв-канале Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить это видео А сейчас мы расскажем о гипсовых рудниках Первым местом, куда мы отправились по приезде в Татарстан Стала система ГИПС-1 Камско-Устинского гипсового рудника Это километры огромных выработок, протянувшиеся на берегу Волги Система сейчас доступна для свободного посещения туристами Но имеет сбойки с крупнейшим действующим гипсовым рудником Суммарная протяженность его выработок около 500 километров Есть гипотеза, что эти месторождения начали разрабатывать еще в период с 7 по 13 века Но достоверно можно утверждать, что промышленные разработки здесь начались в 19 веке Нашей целью было найти сбойку с действующим рудником И попытаться попасть на территорию его выработок Вот этот живописный берег является не только красивейшим природным местом Но и здесь находится интереснейший подземный объект Гипсовый рудник, вход в который находится сейчас за моей спиной Один из входов В этом живописнейшем месте можно найти подобные входы Которые ведут в очень разветвленную сеть штолен Притяженность которых исчисляется сотнями километров Высота этого входа составляет порядка 3 метров И дальше мы попадаем вот в такую вот выработку Которая ведет нас вглубь этой системы Так выглядит вход в эту систему изнутри самой системы Ну а размеры этих выработок, конечно, внушают уважение Здесь ширина штольня составляет порядка 4, наверное, метров Высота 3-3,5 И вот там вот вдалеке для масштаба моя напарница Такие здесь впечатляющие масштабы штолен Света не вперед Вау, красота, просто супер В систему ведет множество входов И размеры здесь везде, мягко говоря, впечатляющие Система очень-очень разветвленная По данным рудники имеют протяженность несколько сотен километров Камско-Устинский гипсовый рудник находится на правом берегу Волги В ста с небольшим километрах от Казани, возле устья Камы Точных сведений о периоде, когда началась разработка этого месторождения, нет Однако есть предположение, что это могло быть много веков назад Точно известно, что в 19 веке уже производилась ломка породы артелями, образованными из местных крестьян Все эти работы осуществлялись полностью вручную На берегу Волги в 1911 году был построен алебастровый завод, который проработал до 1930-х годов Параллельно с этим разработки породы приняли промышленные масштабы Штольни проходили камерно-столбовым методом Однако до начала 1930-х годов все работы по-прежнему велись вручную И только с 1934 года на руднике стали применяться перфораторы для бурения шкуров Сухопутных подъездов к выработкам на тот момент не было И породу отправляли потребителям водным путем Возле Камско-Устинского рудника разработка гипса велась и на других рудниках Антоновском, Горняк, Сюкиевском О последнем мы расскажем в следующем нашем видео При строительстве Куйбышевской ГЭС и создании Куйбышевского водохранилища В 1955-1957 годах многие рудники оказались в зоне затопления И частично или полностью были затоплены В результате в 1960-х годах все работы по добыче гипса были сконцентрированы в районе Камского устья В последующие годы рудник продолжил свое развитие По данным на середину 2010-х годов рудник работает круглосуточно в три смены На сегодняшний день это крупное добывающее предприятие За последние годы было закуплено много техники для повышения объемов добываемой породы Произведение геолого-изыскательские работы, обозначившие прирост балансовых запасов породы Основная выработка здесь велась штреком, который идет параллельно склону, параллельно берегу Волги И все остальные штреки вырабатывались перпендикулярно То есть получается, что один длинный штрек, который повторяет берег реки И остальные выработки шли перпендикулярно этому основному штреку Пока мы насчитали сколько? Четыре входа? Выглядит это примерно вот так вот То есть там находится сейчас улица Это основной штрек и все остальные выработки велись перпендикулярно основному штреку А тут можно почувствовать себя королем подземелья, почти как в море А еще здесь огромное количество летучих мышей Не знаю, получится ли мне сейчас поймать их на камеру Почти под потолком этой штольни находятся либо деревянные крепи Либо это была часть крепления под электрическую разводку Чего только не встретишь в штольнях Разбудили бедную птицу Какие же здесь масштабы? Мамма миа! Мы продолжаем продвигаться вглубь системы Здесь становится более влажно и теплее Вот еще один из выходов на улицу Мы будем углубляться вглубь системы Сейчас наша задача среди этого лабиринта штолен найти рабочую часть То есть, по слухам, заброшенные штольни соединяются с рабочим рудником Мы подошли к оборудованной части Здесь небольшой участок Он затоплен примерно на щитую руку И мы продолжаем поиски рабочих штолен Участка, где круглик продолжает разрабатываться Где находятся надтеры Для того, чтобы представить себе все масштабы этих выработок Посмотрите на размеры штрека по сравнению с человеком Это просто гигантское помещение Сколько здесь метров? Десять, наверное, ширина, да? Ну, по-моему И более пяти метров высота Вот весьма интересное место, где штрек имеет переход на второй этаж Итак, мы нашли до места, где вот эти огромные выработки Соединяются с выработками, которые имеют как бы расположен на втором ярусе Выше вот этого грота И я сейчас хочу попробовать туда подняться И посмотреть, что же там находится Дальше продолжается выработка Немножко меньшего размера по высоте где-то два метра И еще здесь очень много летающих мышей Субтитры делал DimaTorzok Вообще это было настолько предсказуемо, что я даже не знаю насколько это было предсказуемо. Да, это было предсказуемо. Вот мы и дошли до рабочки, но здесь все забутовано вот этой породой. Хотя говорят раньше рабочая часть родников была доступна. Ну как доступно, принимали. Ну доступно же. Ну как, принимали же, гулять не давали. Ты отчеты вспомни. А нам остается только возвращаться обратно и разбивать лагерь. Нет, следующую пещерку изучать. Мы упрямо продолжили наше путешествие в поисках рабочих рудников, рабочих выработок. И пока не нашли рабочую часть, но зато наткнулись на такую вот потрясающую красоту. Настолько прозрачная вода, что кажется, что это просто грунт, что здесь нет воды. Очень красивое место. Очень необычные наросты, образовавшиеся за счет вот этого водокапа натеков грунтовых вод. До сих пор мне не приходилось ничего подобного видеть в пещерах, в подземке вообще. Очень интересное место. Здесь разлом в породе уходит на несколько метров наверх. Но очень необычно все это выглядит. И, конечно, потрясающе красивая порода, которая образует потолок этой пещеры. Ну и местные артефакты. Все-таки места эти посещаемы. Может быть, не так часто, как, скажем, подмосковные популярные пещеры. Но трафик здесь идет. В итоге по этому гроту мы пришли к очередному дейту с рабочими штольнями. Пока тяжело сказать, сможем ли мы туда попасть. Но это будет видно только после того, как мы спустимся по этой отвесной стене. Ну а тут мы можем видеть такие же точно штольни. Давай. По сути, все пущено. Я, главное, пока не понимаю, за что мне здесь вообще держаться. Вот реально не понимаю. Я не знаю. Блин. Чертель ворота. Нечтой. Есть. Компакт. Буф. Было стремно. Поймось. Нет, нет, нет. Конечно, нет, нет. Есть. Мыши прямо рядом со мной летают. Дошли до затопленного участка, что ли, и теперь столкнулись с такой проблемой, что недалеко до выхода глубина резко увеличивается, и невозможно пройти в сапогах. А бахилы у нас одни на двоих. Так что сейчас придется, скорее всего, развиваться и переправляться босиком туда. Ну вот, придется преодолевать эту преграну босиком. Главное не потерять равновесие, потому что местами здесь глубина выше колена. Плюс ко всему ледяная водичка и острые камни. А напарница мне пока делает мост, там где глубина очень большая. В следующей серии мы отправимся еще в один гипсовый рудник, расположенный неподалеку. Это Сюкеевское месторождение, которое могло бы стать настоящим музеем горного дела, являясь одним из крупнейших спелестологических объектов России. С какими трудностями нам пришлось столкнуться на пути к этому руднику, вы узнаете из следующего видео. Поэтому не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые ролики. А на лайв-канале рассказ о поездке в Татарстан продолжит еще одно видео о самой известной в регионе природной пещере, которую мы с напарницей окрестили татарскими сиянами. И, конечно, ждем ваши лайки и комментарии, которые мы внимательно читаем и стараемся отвечать на каждый из них. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего! И мы подошли к залу Бабуин. Да, и ты сидишь как Бабуин. Продолжение следует... Продолжение следует...